Меняем убеждение, чтобы больше вас эта ситуация, которая вас привела, она снова не привела вас к этому состоянию. И вообще, кто полностью прошел КПТ, конструктивно-поведенческую терапию, тот никогда больше не попадет в это состояние. Вот в чем разница между конглютивкой и тем, кто пользуется препаратами и только одними препаратами. Препараты, они облегчают вам состояние. В некоторых случаях человек может выскочить с этого состояния. Но очень большая вероятность снова вернуться в это же состояние. Очень высокий процент риска вернуться в это состояние. Поэтому конглютивно... Владислав, добрый вечер. Поэтому КПТ просто необходимо, чтобы полностью выйти и выздороветь с этого состояния. Именно конглютивно-поведенческая терапия, перестраивание своего мышления. То есть новое формирование своего мышления. Иными словами, выстраиваем по-новому вот эти нейронные связи. Вот я вам в общих чертах описал разницу между препаратами и конглютивно-поведенческой терапией. Да, на легких стадиях можно выходить полностью без препаратов. Можно из тяжелых ситуаций тоже выйти без препаратов. Вот это сделал я. Но, как я вам говорил, я не советую. Это очень тяжело. Очень тяжело. Это большие идут психологические перегрузки. Многое нужно, болевые вот эти синдромы, симптомы выдерживать. Это такой сущий ад. Препараты, они как бы дают нам облегчение. Они как костыли такие, как помощники. В то время, пока вы пьете препараты, вы начинаете заниматься одновременно конглютивно-поведенческой терапией. И облегчая. Дело в том, что когда человек находится в сильной тревоге, вот в сильном страхе, в сильной тревоге, он не может думать, он не может мыслить, потому что на сильной тревоге ты по факту не можешь сосредоточиться. Ты не можешь собраться в кучу. Тебе не дает это сделать тревога. Во второй момент, ты думаешь только про свое состояние. Все. Ты не можешь переключиться. И поэтому, когда вы находитесь глубоко, то человеку тяжело фокусироваться. А препараты, они как бы, вот эти седативные транквилизаторы, они снимают уровень тревоги. Снимают уровень тревоги. И уже более-менее человек может думать, может мыслить, что-то потихоньку он может воспринимать. То бишь, может слышать. Слышать. На сильной тревоге человек, все, человеку, как говорят, ничего в ухо не влетает. Он не может сфокусироваться, он ничего не может запомнить, ничего не может понять. Его вот трясет. У него перенапряжение. Он ничего не может думать. Вот поэтому применяют препараты. И постепенно, постепенно, постепенно начинают, начинают работать психологи. Именно вот уже там делятся Ельштальт и так далее. Они разных направлений. Но я беру за основу это конкультивно-поведенческая терапия. Терапия. Так, 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 так. Никто ничего, никто ничего, вопросы пока не задает. Пока никому ничего не интересно. Так, задавать вопросы. Сегодня депрессия, депрессия. Немного хотел бы захватить такую тему, как ампульсивно-компульсивное расстройство. Ампульсивно-компульсивное расстройство – это навязчивость. Это навязчивость. Чем оно отличается от тревожного либо тревожно-депрессивного расстройства. По моему анализу, человек в тревожно-депрессивном состоянии, у него страх смерти. То бишь, он переживает за свою жизнь. Все привязывается к страху смерти. В ампульсивно-компульсивном расстройстве, как правило, преобладает страх сойти с ума и навязчивости. То бишь, человек цепляется за какую-то мысль, так называемую вторгающуюся мысль, которая приходит извне. Она, как правило, приходит в разрез с убеждением человека, и он цепляется за эту мысль, он на нее реагирует, на эту мысль. И вот так у человека мысль становится... Да-да, вот как написали, это бред. И у человека мысли становятся навязчивыми. Человек может их пугаться, он пытается от них избавиться, он пытается их не думать, они его пугают, они его ввергают, вызывают тревогу, вызывают страх, и он начинает верить в эти мысли. Он начинает верить в те мысли, которые ему приходят. Вот, например, молодой маме пришла мысль, что она может своего ребенка, например, ударить о стену. Вот она смотрела фильм, сериал, сидела смотрела сериал, в этом сериале молодая мама хватает ребенка за шиворот и ударяет его о стену. И такой же молодой маме, которая смотрит этот фильм, приходит такая мысль, а могу ли я так сделать? и она начинает эту мысль, реагирует на эту мысль, какой-то эмоции, как правило, это эмоция страха, она ее испугала, она зафиксировалась на этой мысли, все, она зацепилась за эту мысль, и она стала эту мысль обдумывать, а могу ли я так сделать? А если ко мне эта мысль пришла, значит, я, наверное, могу сделать, значит, я, наверное, ненормальная мама, через какое время на вас подействовали КПТ-терапия? Отвечаю на вопрос, КПТ-терапия, первые результаты от двух до трех недель немножечко уже становится легче, но это немножечко только, первый результат через 2-3 недели уже становится легче, бесноватость, вот задают вопрос, есть такое понятие бесноватость, смотрите, что такое бесноватость, бесноватость, это идет религиозная трактовка, человек, который, у которого происходят какие-то моменты неадекватности, неадекватности со стороны видения другого человека, то все, этого человека оценивают эту неадекватность как бесноватость, но это чисто терминология, чисто терминология со стороны священника, вот там, служителей церквей и так далее, то бишь, считают, если с человеком что-то происходит, значит, у него там бес вселился, если человек, например, на панике, у него тревога, у него страх, он носится, там, например, по квартире или там в каком-то помещении, потому что его охватывает страх, он начинает спасаться, то, конечно, священнослужитель будет это трактовать, как у него бес вселился, но эти трактовки бесноватости, да, там, в каких-то там 12-х веках, 13-х веках там таких людей с психическими расстройствами считали, что у них вселился бес и даже, даже я читал, там, до такого маразма доходило, что человеку одевали ведро на голову металлическое и били по этому ведру каким-то предметом, палкой, например, чтобы якобы изгоняли беса с его головы, но, понимаете, это все, когда человек не знает этому объяснений, тогда он начинает фантазировать и придумывать, давать свое объяснение, понимаете, вот так, вот эти объяснения использовались в средневековье, там, потому что даже до какого-то, до какого-то, столетия, столетия, вот психически сильные расстройства считались неизлечимые, то бишь, это уже считалось, что человек, вот, ку-ку, все, ку-ку, ну, у нас как принято, если что-то, у тебя там навязчивые мысли, либо у тебя галлюцинации какие-то, то человек ку-ку, все, у него там крыша поехала, он неизлечим, его там нужно поместить в какую-то там, убрать сообщество, поместить, в психиатрическую там, лечебницу, то бишь, у человека тогда трактовало, что этот человек неизлечим, но с развитием, с развитием науки, науки, и путем анализа, изучения практик, стало понятно, что это абсолютно обратимые процессы, эти процессы имеют как свое начало, когда ты вошел в эту дверь, точно так ты оттуда можешь выйти с этой двери, но чтобы выйти, просто нужно знать, как это сделать, вот, а да, в средневековье считалось это бесноватым, и это, ну понимаете, от незнания людей, это то же самое, когда гремел на небе гром, люди не могли дать этому объяснение, они пугались, прятались в пещерах, там, накрывались лопухами, вот, от этого страха, но как только наука объяснила, что это два фронта сошлось, получился разряд, вот этот, молнии, все, они получили ответ, они пристали этого бояться и пугаться, вот оно как-то так происходит, поэтому, да, даже я думаю, что в наше время еще, если мы куда-нибудь в глубинку заедем, то там будут трактовать вот таких людей, что они там бесноваты, у них бес там заселился, там, ну, закрался у них бес и там и так далее, но это просто у человека происходит психическое временное расстройство, вот это, и это абсолютно обратимый процесс, поэтому оно и называется расстройство, расстройство, это, это неграмотные специалисты, неграмотные специалисты применяют в своей терминологии болезнь, но это не болезнь, это расстройство, это абсолютно обратимый процесс, Так, 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 самовнушение, силы мысли, да, самовнушение очень хорошо работает, такие вещи даже проводили эксперименты, проводили эксперименты, смотрите, по половинным еще словами можно это назвать плацебо, плацебо, самовнушение. Брали две группы людей, людей с больными коленями, совершенно верно, люди с больными коленями, что сделали, им завязали глаза и ввели, как бы, ну, временно дали, ввели снотворное. Пятерым человеком сделали абсолютно реальные операции на коленях, то бишь, разрезали, сделали какие-то там манипуляции, зашили. Пятерым человеком просто сделали надрез и зашили. Потом вы, ну, когда они проснулись, вышли вот с этого состояния сна, пригласили снова вот эту десяточку, над которыми проводили эксперимент. Вот, но им, я думаю, наверное, не говорили, что это эксперимент, потому что если бы знали, что они, что это эксперимент, то этот бы эксперимент, он бы не получился, я думаю, так. Слава, что-то начал в ноутбуке гаснуть, не знаю, чего, погасну. Вот. И, и, и. Батарея может снять? И, и так, немножко смысле сбили. Да, сделали им, вот эти операции произвели, пятерым сделали реальные, пятерым сделали разрез и надрез, то есть, как бы, виртуальную операцию. И когда они пришли на очередной прием, через две недели, через две недели, у них спросили, как у вас самочувствие, как вы себя чувствуете. Все десять человек примерно чувствовали себя одинаково. Вот тем, которым сделали операцию и тем, которым сделали надрез, они чувствовали абсолютно по состоянию своему физиологическому абсолютно по-одинаковому, практически одинаково. Вот. Как работает это, как работает это, я когда-нибудь, ну, когда-нибудь, я все обещал, меня спрашивали, как человек может сам себя лечить. Ну, я посвящу, я посвящу этому эфиру целый эфир, более досконально разбираюсь, в принципе, я понимаю, как это происходит, но там много таких научных терминов, терминов уже с физики, вот это, с био, там, биохимии и так далее. То бишь, где люди пять лет там учатся, чтобы там усвоить это все, как бы здесь приходится многое охватывать и за более короткий промежуток времени осваивать вот эти все вещи. В принципе, процессы я эти понимаю, но не сильно владею вот этими научными терминами. Вот. Поэтому, как бы, посвящу целую программу. Так, психосоматика. Что можете рассказать? Психосоматика, это, это получается эмоциональное проявление психосоматика. То бишь, это реакция, реакция нашего организма, организма через наши эмоции, через наши эмоции. То есть, ситуация, мысль, восприятие, эмоция, реакция, может быть, поведение, реакция в теле, может быть, без поведения, реакция в теле. То бишь, это спазмирование наших мышц, вот эти все болевые ощущения, которые происходят с нами. Плюс, ну, работает через нашу нервную систему. Все эти спазмы, как бы, один из моментов делает наша нервная система, влияет на мышцы, возможно, частично через химические составы, именно на спазмирование мышц. И вот тогда происходят вот эти болевые ощущения, это либо уже чересчур сильное перенапряжение, перенапряжение, когда идет, либо уже от усталости мышц, когда ты долго в тонусе находишься, вот в этом напряжении, то идет уже перегрузка на наших мышц, они уже устают находиться все время в тонусе. То бишь, оно может так и так работать. Дело в том, что в психологии, я раньше, когда вот слаживал эти пазлы, я всегда искал один ответ. Один ответ. У меня все время они не слаживали зачастую вот эти причинно-следственные, я все соединял, почему, как оно происходит. Происходит, и я не понимал, почему, почему я находил ответ, но этот ответ, как бы еще был второй идентичный ответ. И я между этих двух ответов искал, ответов искал один ответ, но потом я как-то догнал, либо там посоветовался я постоянно со своим учителем, как бы мы общаемся, она очень умная девушка, вот, ну, более грамотнее меня, скажем так, она училась, более в этой профессии глубинно уже ее постигала, и как бы она наталкивала, подсказывала, что, ну, примерами приводила, что в психологии много есть двойных ответов. как минимум двойных, двойных ответов, поэтому может быть и так, и так, поэтому здесь как одно работает, так и второе может на это влиять, вот, а может там даже еще и третье присутствовать. Вот, например, я все время искал, от чего запускается, вот, тревога, от чего, то есть мысли, мысли запускают тревогу, или тревога ломает мысли, наше мышление, влияет на наше мышление. Оказывается, что оно работает и так, и так, вот, как курица и яйцо, что первое, курица или яйцо, или яйцо и курица, вот. Ну, там вот такой момент двойных ответов, что может быть и так, может быть и так, и поэтому нужно, понимая, что может быть и так, и так, ты начинаешь работать, например, и с мышлением, и с самой тревогой, одновременно, вот с этими двумя факторами, вот так это происходит. Поэтому в психологии однозначных, вот, таких ответов, их, ну, скажем так, не все, не все ответы однозначные, они могут быть двойные, а может там где-то и тройные, ну, двойные я точно находил, вот, двойные ответы, что оно и то может влиять, и то может, как бы, влиять. Вот такие моменты. А психосоматика, это вот эти болевые ощущения, это именно мышечные, вот эти спазмирования, вот, зачастую желудок происходит, спазмирование желудка, болевые ощущения, точно так вот, не менее рук, там, такое вот, себя как будто ломает, там, спецэффекты абсолютно разные, точно так, в голове, в голове у меня были такие сильнейшие боли, это был тревожный мозг, то бишь от страха мозг начинал тревожиться, и у тебя такое ощущение, что у тебя идет такое напряжение, перенапряжение, что кажется вот чуть-чуть, чуть-чуть, и вот оно, пух, вот, он лопнет, как зрелая вишня, я уже где-то упоминал не раз, вот, если надавить, оно був, потом были такие боли, когда я начал понижать вот этот, начал работать, ну, в КПТ, я стал понижать тревожность мозга, я, как бы, с ним начал вести диалог, также я боль начал менять на визуализацию, представлять себе, и плюс, вот, диалогом, я спокойный, ты спокойный, боль начала уменьшаться, потом она уже происходила такими моментами плавающими, у меня могло, вот, появляться, как бы, оно всплывает, вот, вся голова болит, потом она, как бы, всплывает, здесь отпускает, она на одну сторону всплывает, либо затылок сдавливает, ну, конечно, там присутствуют такие моменты, элементы, и, как бы, давление тоже, оно же у нас скачет, плюс, из-за давления, вот, когда у человека высокое давление, у него затылок сжимает, то, бишь, давление работает, то, бишь, здесь работает не один, как бы, фактор, здесь разные факторы работают, вот, и психосоматику, 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 что интересно, интересно, ну ничем не уберешь никакими может немножко приглушишь вот мой напарник вот слава продюсер он и уколы колол у него спину в спазм и ставила вот ну по его писать как колом спина становилась как колом и он и уколы колол и там какие-то массаж и она ничего чуть-чуть она вот тебе вроде бы раз потом она тебя снова ставит в эти спазмы это выработанная привычка мозга все время держать нас напряжение бахи все и можете вот в разное попробовать попить лекарства там обезболивающие там какие-то уколы безболивающие вот что угодно вы будете делать а более то не пройдет это боль не пройдет это психологическая боль боль и она она убирается она убирается только через мозг возможно если вы выпьете какие-то транквилизаторы которые например типа кутипин кутипин есть такое я пробовал два раза пить вот кутипин но мой мозг так сопротивлялся что он меня не брал вот этот кутипин я выпивал а у меня еще сильнее тревога в мозгу было она еще больше усиливалась то бишь у мозг как бы сопротивлялся вот этому препарату то бишь я сопротивлялся воспринимал его как опасность и он еще больше начинал тревожиться хотя препарат был предназначен для того чтобы с раба он должен был сработать на мою мозговую активность и за счет этого как бы улучшить мое состояние то бишь седативный такой момент расслабить меня а я когда выпивал у меня наоборот это усиливалось потому что моя трактовка уже была заложена я препараты не пью что препараты они не помогают и препараты это как бы ну где-то наверно на подсознание что это опасность вот и тогда мозг начинает еще быстрее сопротивляться то есть сильнее сопротивляться он вообще-то до активируется как бы он принимает это запасности народную структуру который ты вел себе в организм и еще больше тревога берет и вот этот как бы вот эти болевые ощущения вот вот как у меня происходило и путем я начал я думал шла такая трактовка что у меня что-то произойдет вот типа типа инсульта будут что у меня в голове вот типа инсульт произойдет потому что вот от этой сильной боли там что-то лопнет и все и у меня вот произойдет инсульт этом стану инвалидом либо умру вот такая идет мысленная трактовка но но когда мы мой учитель которым я работал сказала что с вами ничего не произойдет ничего у меня вот как щелкнуло я осознал а почему а потому что я уже с ней работал и то что она мне объясняла и говорила как делать я это делал и она действительно работала она работала и поэтому я ей начал верить я ей начал абсолютно верить любому ее слову вот что она мне что она мне говорила так она потом последствий происходило и поэтому я свято в это верил и когда она мне сказала когда вот это было перенапряжение что с вами ничего не будет меня как-то вот как озарила чик и я убрал страх я перестал бояться эту боль я просто поначалу на очень интенсивно это с ничего не может делать ее только можно перетерпеть перетерпеть не подпитывая своим страхом про синдром менеджера слышала про такое менеджер синдром менеджера так понимаете в психологии там будут делиться там синдромы менеджера там и так далее на разные там всякие как вам объяснить на какие-то всякие синдромы я не не углубляюсь вот в эти синдромы я обучаю людей обучаю людей вот эта методика она работает по всем управлять своим мозгом искать ошибки в мышлении исправлять свои неправильные убеждения формировать новые убеждения выстраивать новые нейронные связи работать мыслями их можно убирать абсолютно что угодно с ними делать менять свое поведение полностью перетренировать выйти с этого состояния и дальше в жизни управлять своим мозгом своими эмоциями мозгом вот на такие разные моменты там синдром менеджера там это такие есть ошибки ошибки в суждениях я думаю скорее всего это называется когда человек что-то преувеличивает себе что он якобы там умеет мысли читать других он как бы там ясновидящий либо там но представляет себя каким-то там менеджером то бишь это вот есть такие моменты называются там ну мышление делится это на 10 на 10 таких пунктов пунктах у меня кстати даже есть есть я брал с собой вот эти ошибки мышления есть ошибки мышления вот ошибки мышления я где-то брал и вот есть такие таблицы и в них описываются ошибки когнитивные фильтры искажения отписываются ошибки мышления и по 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 этим вот да когнитивные искажения это систематически систематические ошибки в суждениях они возникают на основе дисфункциональных убеждений внедренных в когнитивные схемы легко обнаруживается при анализе автоматических мыслей вот здесь есть такой пункт где-то около 10 ошибок мышления по моему их вычленили вычленили 10 10 10 ошибок мышлений вот например такой как персонализация это склонность интерпретировать события в аспекте личных значений например женщина страдающей манией была убеждена выходя на улицу что все прохожие мужчины в нее влюблены это вот такие моменты преувеличение преувеличение то бишь это она так думает она так чувствует что как бы она фокусируется что вот на нее посмотрели и она вот как бы я самая красивая вот на меня все смотрят ну вот и есть такие здесь 10 пунктов выделили основных по про когнитивные искажения вот просто психолог в диалоге например с клиентом он находит ошибки ошибки мышления объясняет человеку что вот эта ошибка мышления и как это исправить как это исправить понимаете вот вот их целый перечень преувеличение сверх обобщение произвольное умозаключение это бездоказательный или даже противоречащий очевидным фактом умозаключения примером может служить работающая мать которая в конце тяжелого дня делает заключает делает вывод я ужасная мать она обесценивает свой труд и как бы обесценивает себя и делает заключение ой что она плохая мать она там мало работала и не уделяет времени много детям ну вот такие есть конгнитивные искажения которые тоже психолог вычленяет у человека либо дается вот этот перечень перечень клиенту и он путем путем изучения он сам у себя вот находит ошибки мышления и потом ну специальная есть таблица по которой ты учишься оспаривать вот эти ну исправлять свои ошибки в мышлении так психологическое понятие как синдром отличника да вот это вот и есть такие моменты сидром синдром отличника вот преувеличить как бы не преувеличение а человек смотрите человек например отличник он сдает экзамен дело в том что там могут преобладать два момента это такого перфекционизма вот я должен я обязан только так и никак по-другому то есть черно-белое мышление то бишь если он не сдает этот экзамен на 10 то он сразу как бы приходят такие мысли он все я я абсолютно бездарный человек я ничего не умею все как бы ну вот такие вот вещи как бы человек не видит среднего он не думать что ну как бы ну ну и ничего сейчас сдал на 8 потом передам на 10 то есть он не видит средний он только ему надо или все идеально или никак вот ну вот такие есть кондитивные искажения искажения которые человека вызывают но неприятные эмоции даже может вызывать тревожность вот из-за этих ошибок мышления и поэтому находишь как один из моментов у клиента вот эти ошибки мышления либо давая ему перечень их он прочитал их сам находит и объясняешь как это исправлять он исправляет вот такие моменты так 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 какие еще есть вопросы youtube задавайте какие-нибудь вопросы вот инстаграм молодец инстаграм активны инстаграм активны тик ток я тоже думаю активны вот задавайте задавайте вопросы так ушел мой продюсер там не знаю есть есть вопросы на тег токи я не могу увидеть перевернут телефон переходите на youtube либо переходите на инстаграм потому что здесь я четко с тик тока переходите подписывайтесь инстаграм либо youtube я здесь четко вижу сижу вижу вопросы какие мне задают отвечаю насколько я знаю случай расскажите самый сложный случай вашей жизни мой самый сложный случай в жизни растянулся на 10 лет вот это был самый самый сложный случай в моей жизни он продлился 10 лет это 10 лет была борьба вот с этим состоянием в котором я находился находился да там тебя как бы немножко легче потом хуже потом и вот ну так вот ведет волнообразная но потом уже попадаешь когда тебя постоянно 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 ломает так на постоянке что ты уже постоянно находишься вот в таком состоянии уже практически постоянно вот в этом состоянии такого сильнейшего постоянного стресса постоянного стресса находится постоянно в состоянии постоянного стресса вот так 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 начали задавать вопросы я сейчас буду actualumo врачей боюсь идти в поликлинику как себя перебороть как себя перебороть смотрите здесь у меня был такой момент я работал двумя способами двумя способами 1 1 способ это оспорить ситуацию как бы что что может с вами случиться самое как бы плохое самое плохое вот что может случиться и как бы ты оспариваешь эту ситуацию когда вы ее доводится до конца и приводится два три примера например вот я пойду больницу еще такой татьяна момент в больницу по какому поводу страх чего например больницу можно пойти лечить зуб либо нужно и человек идет в больницу и боится того что у него найдут какую-то страшную болезнь вот боязнь перед чем у вас стоит походов вашего похода в больницу вашего похода в больницу страх перед чем чтобы чтобы понизить уровень страха нужно оспорить эту ситуацию привести два три примера которые как бы как бы дадут ответ 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 такой ответ что в этом страшного ничего нету ну например сейчас вам приведу на примере вот пойду я в больницу я боюсь боли что у меня когда будут там сверлить сильно будут болеть зуб приводится например есть сейчас обезболивающие мне сделают укол в десну она онемеет то есть ее обезболит и когда мне будут лечить зубы я я этого как бы чувствовать этой боли не буду и вот берется два таких примерно два два три варианта и вы оспариваете эту ситуацию что в этом ничего страшного нету то бишь такой момент вот переубеждение мозга переубеждение самого себя и вот прописываешь вот эти два три варианта и потом когда приходят мысли про больницу вы приводите этот пример привели ну как бы дали объяснение что в этом страшного ничего нету снова приходят кардиолога зубного зубного вот и вот так вы оспариваете ситуацию по кардиологу ну пойдете например вы больницу вас там обнаружат например вот есть у вас гипертония вот у меня например тоже есть гипертония я пью препараты которые понижают давление вот то бишь это ответ рациональный ответ решение этой ситуации решение этой ситуации сейчас медицина очень продвинутая сейчас 9 99 в 9 99 процентах решаются эти задачи все задачи поэтому дать рациональный ответ на тот вопрос которого вы боитесь которого вы боитесь вот по больнице ну например кардиолога либо зубного врача я вам привел через какое время это уже вопрос был через какое время начали случай в жизни так надеюсь отвечать ответил на самый случай на самый тяжелый случай в моей жизни это мой случай на протяжении вот десяти лет когда я находился в этот в этом состоянии но самый тяжелый момент был это уже когда меня второй раз плотненько накрыла вот депрессия уже вместе с тревогой это перемешку ну но в депрессии уже человека все эмоции теряют вот тогда мне сама тяжело было выбираться потому что там нужно было постоянно бороться постоянно работать с мыслями постоянно работать с эмоциями те постоянно тебя давил анну ты постоянно как бы себя вытягивал ты постоянно себя тянешь что Постоянно себя вытянешь, тянешь, тянешь Вот это такой самый трудный момент Самый тяжелый момент Ну вот, Татьяна, надеюсь, я ответил на ваш вопрос Вам нужно оспорить эту ситуацию, что в ней страшного ничего нет Путем примерами описания, давая 2-3 ответа Оспаривая эту ситуацию, у вас тревожность повысится Вот, это, но когда вы пойдете, у вас все равно оно немного возникнет Как бы возникнет вот эта тревожность, страх Вы как бы выдерживаете и вступаете с мозом в диалог Вы как бы давайте ему объяснение, что ничего страшного в этом нет И вот так постепенно, постепенно ты оспариваешь ситуацию То бишь переубеждаешь себя, переубеждаешь мозг, то бишь себя И он перестает тревожиться Я еще использовал такие ситуации Я еще использовал такие ситуации У тебя будильник был включился, что такое? Использовал такие ситуации полностью прохода моей тревожной ситуации до конца Докрутить ситуацию до конца Я как бы проходил сквозь страх и тревогу Вот как, вот смотрите, как нож вот в этом бруске масла Вот когда всаживаешь нож, вот ты входишь в свой страх Ситуацию, проходишь сквозь нее И жало выходит с другой стороны То есть увидеть результат своего страха Вот что с тобой самое страшное произойдет Увидеть это путем визуализации И пройти до конца этот страх Увидеть результат его, что там будет И вот у меня был такой момент Тревожность за финансовую сторону Сторону, вот когда мысли приходили про деньги Вот у меня возникала тревога И я это оспаривал Как бы заработаю там, 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 там Это все работает, да, это помогает А я потом взял эту ситуацию Прошел до конца Я закрыл глаза и представил, что у меня их нету Вообще нету Вот что я там делаю, когда у тебя нету денег И что И мне интересно, мозг выдал такую картину Я сижу на балконе Вот как бы Где переход Вот когда ты в дверь входишь Между комнатой и балконом Вот такой порожек есть там у нас И я сижу на этом порожке И ем фисташки Щелкаю фисташки Вот у меня нету денег И я кушаю фисташки сижу Вот у меня такие были моменты Прохода вот этих тревожных ситуаций То есть Зайти за ситуацию И увидеть результаты В конце ситуации Выдержать эту тревогу Увидеть результаты И все, и вас отпускает Вот Вот такими двумя способами Я работал Либо оспариваешь Приводишь примеры Как ты будешь решать эту задачу Либо проходишь Как бы сквозь эту ситуацию До конца Свой страх Так Андрей Дискант Тревога Так Понимаю Да Тревога Что тревога Слава А что-то на вопросе На вопросе Горит красненькая единичка Нету денег Шуруй работать Да Я понимаю Но бывает Работаешь Работаешь А толку нету Верно? А их все равно нету Посмотри Что за вопрос Успокаивает нервное напряжение Как животные Рыбки Море Вот Это Слава Подсказывает Это из Виталя Да Это вот Да Виталий Это уже с методики Медитации Очень хорошо Действует Действует Именно Да Огонь Вода Рыбки Вот это все Можно использовать Для Для успокоения Но это Работает Внешний фактор Чтобы Получить Такой высший момент Нужно научиться Самому Самому Успокаивать Свой мозг То есть Управлять Своим мышлением Уметь Вести себе Картиночку Посмотреть Визуализацию То бишь Абсолютно Самому Управлять Вот этими Процессами Тогда Как правило У тебя Не будет Вот этого Перенапряжения Вот этого Переживания За что-то Вот Вот таких Моментов Да Спарринговаться Виталий Да Виталий Я Пять лет Молотил Грушу Ездил На велосипеде Бегал Занимался Там Гантелями И так далее Но Понимаете Что я вам скажу Физической нагрузкой Мышление свое Не поменяешь Вот чем дело Да Не поменяешь Вот Пять или семь лет Я бегал Я сейчас занимаюсь Но физической нагрузкой Нейронной связи Не поменяешь Мы так можем Бегать всю жизнь Будем бегать Бегать Пока ты Бегаешь Там Бьешь грушу Еще какие-то Физические нагрузки Да Вроде бы Ты чуть-чуть Переключаешь Только ты Заканчиваешь Это дело Через 5-10 минут Это мышление Включается И тебя снова Поперло Тебя снова Погнала Ломка Симптоматика И так далее Вот Как стать Еще вопрос Как стать успешным Как стать успешным Есть Ну есть такие моменты Это уже высшее такое Есть такие моменты Называются Закладки мыслей Закладки мыслей То есть Ты закладываешь Себя убеждения И представляешь Что это уже произошло Как бы Видишь себя В будущем Тем Тем Каким бы Ты хотел стать И Что бы ты хотел Чтобы у тебя было Но В чем момент Разницы Ты можешь Всю жизнь Вот это делать Но ничего При этом Не делать Ты Нужно Это делать И нужно Двигаться Нужно Как говорят Упорство Нужно работать Нужно Прилаживать усилия Чтобы Достичь этих Результатов Вот Но Это такая Тонкая Материя К этому К этому Нужно Прийти К этому Нужно Прийти Так Присоединился Так Здравствуйте Здравствуйте Сейчас же Много там Тренингов Как стать Успешным Как стать Богатым Там Пестрит Наверное У нас Весь Интернет Интернет Да Литературы Там Все Обучают Там Все Рассказывают Как это Сделать Вот Так Вы Помах Николая Так Здравствуйте Вот Так Смотрю Так У меня Такой Момент Четыре Года С ребенком Сидела Дома И теперь Социализация Знаешь Что накрутила Себя Больше Но Зациклилась Очень Глубоко Светлана Здравствуйте Смотрите Да Наши Убеждения Формируются От нашего Мышления И поведения Что такое Поведение Ну Поведение Вы понимаете Это действия Если у вас Сложилось Как бы Такое Убеждение Вы Сидели Дома И Ну Как бы В вашем Воображении Сейчас Есть Неуверенность Какой-то момент Страха Тревожности Что Социум Это как бы Воспринимается Не то Что как бы Опасность А как бы Что вы там Не справитесь Вот верно Я наверное Понимаю Где-то вот Примерно У вас Так будет Ребенок Будет часто Болеть Постоянный Страх Что ребенок Будет часто Болеть Тонометра Тонометра Температура Так Подождите Так Ненашилова Извините Я сейчас Светлане Отвечу Постоянный Страх Что ребенок Будет часто Болеть Болеть Смотрите Болеть Человек Человек Вприори Мы созданы Чтобы Преодолевать Трудности И Проходить Через Разные Болезни Проходя Через Разные Болезни Мы В нашем Организме Формируются На клеточном Уровне Тогда Организм Формирует Из опыта Работы С какой-то Болезнью Формирует Уже В наших Клетках Остается Такая Называемая Генетическая Память Он Запоминает Как он Справлялся Например С коронавирусом У него Это в памяти Осталось И Точно Так Он Работает Со Всеми Нашими Болезнями То бишь Проходя Болея Мы Получаем То бишь Наш Организм На клеточном Уровне Получает Опыт Опыт Болеть Это нормально В том Что мы Болеем Это ничего Страшного Это первое У вас Постоянный Страх Что Часто Будет Болеть Но То Что мы Думаем Это не Факт Вот в чем Момент Мы Зачастую Сами Себя Накручиваем Мы Сами Себе Надумываем То Что вы Думаете Что ребенок Будет Часто Болеть Это не Факт Что он Будет Часто Болеть И Второй Момент Нужно Нужно Выстраивать Своё Мышление Так Что Если Будет Ребенок Болеть То мы С этим Справимся Он Выздоровит Сейчас Как бы Существует Много Разных Лекарств Препаратов Медицина Очень Развита То бишь Дайте Этой Ситуации Ответ И осознайте И оспорьте Эту ситуацию Ну Заболеет И заболеет Сейчас Много Врачей Медикаментов И так Далее Он Вылечит Как бы Они Помогут Выздороветь Моему Ребенку То бишь Давайте Ответ И осознайте Одно В том Что мы Болеем Либо Попадаем Часто В стрессовые Ситуации То Это Для нас Неплохо Неплохо Наоборот Принимайте Это С позиции Как обучение Как тренировки Чем больше Мы попадаем В разные Ситуации Тем У нас Появляется Больше Опыта Мы становимся Сильнее У нас Закрепляются Новые Закрепляются Новые Способы Решения Вот этих Трудных Разных Задач Чем мы Больше Проходим Тем у нас Больше Если с болезнями На генетическом Уровне Клеточной Памяти Если Это Жизненные Ситуации То В мозгу У нас Закрепляются Ответы Как мы Решали Эти ситуации И чем Человек Больше Знает И через Большее Количество Трудностей Он Прошел Тем Ему Легче В будущем Потому Что Он Получает Опыт Опыт Который Сохраняется У нас На Клеточном Уровне И у нас В мозгу Это называется Опыт Поэтому Нужно Вот это Понимать И Не Не уходить От своих Трудностей Не избегать Их Не прятаться От них А наоборот Вот с позиции С позиции Того Что я с этим Справлюсь Я туда пойду И я с этим Справлюсь Вот с этой Позиции Только так Мы приобретаем Новый опыт Наш мозг И наш организм Приобретает Новый опыт Это только Через проходы Через ситуации Если мы Прячемся Если мы Не выходим Если Если мы Как бы Скрываемся От ситуации То мы Не получаем Опыта И Еще Наоборот Не идя В свою Ситуацию Которая Тебе Кажется Ты там Не справишься Либо страшной Мы подтверждаем В мозгу Вот эту Идею Что она Опасна И мы С ней Не справимся Вот как Это Работают Эти ловушки Мышления То бишь Не идя В ситуацию Прогнозируя Что там Будет Плохо Мозг Это запоминает И он Уже Ту ситуацию В следующий раз Трактует Как опасность Как только Вам пришли Мысли Про эту ситуацию Либо вам Предстоит Туда идти Он вам сообщает Чик Опасность Все То есть Появляется Страх И пошла Тревога Он Он уже Ее трактует Как ситуацию Опасную Что туда Якобы Не нужно Ити А чтобы Получить Новый опыт Нужно Наоборот Ити в эту Ситуацию Как научиться Не бояться Тонометра Тонометра Это температура Мерить Или Тонометра Мерить Давление Так Нина Шилова Извините Что фамилию Назвал Смотрите У меня Есть ролик Есть Короткий Десятиминутный Ролик Как раз Я там С тонометром Показываю Показываю Как это Было У меня Как это Было У меня И Что Я Делал Нужно Понять Какой Процесс Происходит В организме Я там Все Подробно Объясняю Вы Посмотрите Этот ролик Вы посмотрите Этот ролик И вы Там Поймете И у вас Начнет Уходить Страх И Так Путем Осознания И Выдерживание Вот этой Тревоги Вы Перестанете Бояться Этого Тонометра Ролик Называется Блин Слава Не помнишь Яна Тебе пишет Александр Здравствуйте Здра Яна Яна Напишет Так Здесь уже Много Так Так Здравствуйте Вот Так Подожди Немножко Еще Тонометр Вот Нина Смотрите По этому Ролику Вот Не помню По моему Он и Называется Страх Передмерением Давления Что то вот Такое Название Он Десятиминутный Смотрите Он будет Десятиминутный Он Где то Ну Где то В начале Моих Вот этих Роликов Где первые Ролики Мы Закидывали Вот Где то До Наверное До десятки Вот Страх Измерения Давления Слава По моему По моему Вспомнил Этот ролик Название Вот Посмотрите Я там Все объясняю Вы поймете Так Спасибо Да У меня Избегание Проблемы Присутствуют Надо Работать Да Да Только Смотрите Как формируются Коупинги Как формируются Наши убеждения Убеждения Формируются Первое Это проговаривание Многократное Проговаривание Формирует Убеждение И второй момент Это поведение Мы боимся Но мы идем Мы боимся Но мы идем Вы боитесь Вы себе Говорите Я с этим справлюсь Я с этим справлюсь Постоянно Себе Напоминайте И двигайтесь В эту ситуацию Которую Которую Вы боитесь И Раз за разом Когда вы ее будете Проходить Вы будете Получать Новый опыт Новый опыт Вот Решение задачи В этой ситуации И получая Новый опыт Постепенно Уходит Страх То бишь Старый Мы как бы Опровергаем Старый опыт Вот как это работает Вот как это работает Вот да Избегание Проблемы Потому что Вы долго Как бы да Сидели дома И У вас уже Была выученная Привычка Не решать Сложности И вы уже Так привыкли Вы за Какие-то Годы Вы так привыкли И Поэтому Сейчас Для вас Уже Вы чувствуете Неуверенность Что Когда вы Пойдете В свой дискомфорт Что Вы решите Какую-то задачу Но Чтобы Чтобы убрать Этот дискомфорт Его нужно Выдержать И Вот такими Проходами Раз за разом Раз за разом Идти в эту ситуацию Так Надеюсь Светлан Ответил на ваш вопрос Так Татьяна У меня Реакция На холод Ветер Солнце Невролог Сказал Что Это Вегетатика И Это От нас Не зависит Что Можете Подсказать Так Вот Много Стали писать Молодцы Молодцы Спасибо Очень Сильно Стали писать Я даже Не успеваю Строчки Бегут Не успеваю Так 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 Невролог Сказал Вибрации Кому 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 Помогает Отвечает В этой ситуации Мозг Преувеличивает И думает Это работает Это такое Вот Тревожное Мышление Так работает А его Необходимо Путем Тренировок Делать Более Спокойным Мышлением То есть Как бы Вступаешь С ним В диалог И Как бы Объясняешь Ему Что Что В этом Ничего Страшного Нету Вот Как бы Обучаешь Как маленького Ребенка Который Всего Пугается Вот этой Всей Неизвестности А ты Как бы Как мама Обучаешь Свой Мозг Чтоб он Перестал Перестал Вас тревожить Как бы Ему Объясняешь Вот как Из момента Вот Так Садится Солнце Вот Садится Солнце Темнеет Так Вот Такие Моменты После Холода Трясет От ветра Горение В теле И неврозность Да Вот Да Татьяна У вас Вот это Похоже На Психосоматическое Проявление Да У человека Может быть То Холод То Как будто Ты Горишь То Потливость То Тебя В дрожь Бросает То У тебя Руки Конечности Холодеет То есть Вот эта Симптоматика Она Абсолютно Разная Она Абсолютно Разная И Поэтому Как я Говорю Все равно Потом Нужно Найти Причину Вашего Вашего Вот этого Расстройства Как Как вы Туда Попали Какие Неверные Убеждения Вас Привели Вот к этому Расстройству К этому Расстройству Поэтому Ну Здесь Как я Объясняю Сразу Вот так Не Ответишь Это Нужно Понимать Целую Картину И Это Такой Целый Процесс Работы Понимаете То Бишь Разбираешь Ситуации Вы Зачастую Человек Рассказывает Рассказывает Для него Кажется Мелочь А вот Вот эта Мелочь Например И может Быть Причиной Попадания И раскручивания Вот Этого Тревожного Расстройства У человека Вот Как Это Работает Вот Так После Холода Трясет И Ветро Горение В теле И Нервозность Да Вы Начинаете За это Переживать Вы Начинаете Тревожиться Вы Начинаете Тревожиться Вы Придаете Этому Большое Значение На Тревожном Мышлении Начинаются Вот Такие Абсолютно Неконструктивные Выводы Вот А вдруг У меня Там Что-то Больное Поэтому У меня Меня Вот Трясет Либо У меня Жар Этот И Вот Вы Начинаете Искать Причину В Своей Биологическом Строении Что это Или Почки Это Или Сердце Но Чтобы Вот Это Убрать Сразу Проходите Обследование Вам же Доктор Сказал Что По Физиологии Вы Абсолютно Здоровы А это Проявление Чисто Психосоматические Но Вы же Татьяна Не верите Верно Вы же Доктору Все равно До конца Не верите Вы все равно Будете Думать Что Он Наверное Некомпетентный Он Наверное Чего-то Не досмотрел Он Он Наверное Мне Чего-то Правду Не Сказал И Вот Неверение Вот В это Что Вам Доктор Сказал Правду Вот Эти Сомнения Они И Вводят Человека В Тревогу Они Вводят Человека Любое Сомнение Маломайское Если Оно Будет У вас Предсутствовать Если Вы будете В чем-то Сомневаться Оно Будет Постоянно У вас Запускать Тревогу Постоянно Я Написал Я Сейчас Испугалась Симптомов И Поднялась Тревога Что Делать С этой Тревогой Выдерживать Вот Да Абсолютно Верное Любая Вспышка Тревоги Вот Вспышка Раз У вас Тревога Вспыхнула Все Просто Перетерпиться Поулыбайтесь Можете Вот Представить Эту Тревогу Как будто Вы купаетесь Вот Вы Под душем Стоите На вас Водичка Льется Это Классно И Хорошо Поменяйте Убеждение На Тревогу Да Она Она Неприятна Она Там Нас В Симптоматику Включает Это Классно И Хорошо Поменяйте Убеждение Чтобы Показать Мозгу Что Вы Тревоги Не Боитесь Пока Мы Боимся Тревоги То Страхи Запускает Нам Тревогу Вот Замкнутый Цикл Тревожностей Когда Мы Тревогу Воспринимаем Чем-то Другим Что Это Классно И Хорошо Соответственно Мозг Смотрит На Нас Ага Хозяйка Балдеет От Тревоги Значит Тревога Не Опасна Чего Мне Бояться Как Вот Такой Замкнутый Круг Тревога Запускается Из-за страха Из-за страха Нами Этой Тревоги Вот Ой Сейчас Придет Тревога Ты ее Пугайся И она Чик У тебя Все Включилась Она Пошла Она Пошла А вот Ее Нужно Обесценить Ее Нужно Обесценить Вот Этими Разными Приемами Как Обесценивая Обесценивание Управляя Ею Ты перестаешь Ее Бояться Бояться Вот Как Это Работает Уже На каждый День Периодически И в Определенных Ситуациях Как С ней Работать Как С ней Работать Так Пишет Вот Настюша Рецепт Настюши Смотрите Тревога Она Имеет Разные Уровни Уровни Есть Такие Таблицы Десятибальные И вот По этим Таблицам Определяется Уровень Тревоги Например Паническая Атака Это тревога Максимальная Это Десятибальная Тревога На панической Атаке На панической Атаке С тревогой Абсолютно Ничего Нельзя сделать Потому Потому Что У тебя У нас Отключается Префронтальная Кара Головного Мозга И включается Лимбическая Система Лимбическая Система Это Рефлекс Орная И человек Он не может Подумать Там все Там тебя Несет У тебя Вот Только один В голове Страх И все И вот Это Паника Но Момент Не Избегайте И и не Начинайте Делать Охранительные Действия Просто Перетерпите Ее Вот Пускай Она вас Выгонит До конца С вами Ничего Не будет Да Бьется Сердце Это Не Андреналин Работает Вас Колбасит Трясет Либо Вы Как Парализованы Это Работает Страх Через Кортизол Через Надпочечники Пошла Команда Надпочечником Надпочечники Выбросили Кортизол Кортизол Андреналин Не Андреналин Все Молотит Сердце У вас Страх Погнал Вы На панике И человек Начинает Избегать Он Начинает Метаться Вот Здесь Выдержали Дали Ей Дойти До конца Наш Организм Так Устроен Что Обязательно Сработает Вегетативная Нервная Система То есть Будет Обратный Обратный Процесс Оно Сначала Выгонит Потом Это Все Спадет И Вы Этот Момент Зафиксируете Когда Она Начнет Падать Начнет Падать Пройдет Паническая Атака Страх Все И у вас Такое Раз Сразу Вот Вы Как будто Как будто Вагон Выгрузили Вот Такой Может быть Момент Вот Ты Как будто Очень Физически Много И тяжело Поработал Вот Такой Момент Все Выдержали Вас Отпустит И вы Запомнили Зафиксировали Оп Есть Вспышечки Тревоги Восьмибальные Выдерживаем Выдерживаем Ничего Никуда Не убегаем Просто Выдерживаем Если У вас Есть Тревога От Тревоги Тревога От Тревоги То там Уже Другая Работа Когда Человек Начинает Бояться Свою Тревогу У меня Есть Ролики Тревога Тревоги Как К вам Попасть На Консультацию Класс Спасибо За Совет Вот Настя Что Интересно У нас Сейчас Происходит Мне Пишут Людей Я Отсылаю Свои Данные Но Ютуб Нанных Блокирует Вот Это Я Не могу Понять Но Но Меня Некоторые Люди Находят Где-то В начальных Роликах Есть Есть Мои Координаты Прописью Написаны Где-то Где-то В этих Начальных Роликах И Именно Мой Ватсап Телефон Написан Прописью Прописью Пусть Напишите В чат Напиши У меня Они Как вам Сказать Симптомы Симптомы Можем Наблюдайте Переключайтесь В образах В образах Как бы Как бы Представьте Вот Как будто Вы в ванной Вот Если вы Тренировали Упражнение Расслабления С ногами Как будто Вы это Делали Переключите Свою Картинку Как бы Навиденье Вот Этих Симптомов В образах В образах Думать Что вы В ванной Вот Вы Видите Себе Картину Вы будете Их ощущать Но вы Как бы Классно Хорошо И вы Потом Переключитесь Я потом Научился Это Делать Довольно Быстро Я Я Как бы Вот Когда Начиналась Вот эта Тревожность Напряжение Начинало Идти Немножко Начинала Работать Симптоматика Я Представлял Себя Вот Расслабленным Либо Ванной В воде И говорил О как Классно Как Хорошо Я как будто Купался В них Представляя Себя Вот Себя Ванной Я купаюсь Ванной То бишь Я переключал Мозг С наблюдения Того Состояния Которого Ты наблюдаешь Потому что Ты его Постоянно Наблюдаешь Получается Для мозга Это тебе Важно И он Постоянно Тебя держит В этом Напряжении Это как Выученная Привычка Вот как Она работает Понимаете В чем Дело Здесь нужно По другому Принять Путем Визуализации Увидеть Эти симптомы В других Образах Как бы Переключить Мозг И Поменять Эмоцию На эти Симптомы Убрать Вот этот Остаток Страха Перед этим Состоянием А наоборот Любая эмоция Дает другую эмоцию То есть Начать Улыбаться Значит Улыбаться Как бы О как Классно Это Так и Говорите О как Классно Как Хорошо Как будто Вы купаетесь И вот так Делаете Делаете Потом На что-то Переключились Все Вы И соскочили Вот с этого Постоянного Мониторения И держания Себя В напряжении За счет Того Что Вы Отслеживаете Своё Состояние Состояние Вот это Ловушка Постоянного Держания Себя В напряжении Еще Такой Момент Может быть Такой Момент Ощущения Ощущения Как Контроля Своих Эмоций То есть Контроля Такой Ты все время Сканируешь Ты все время Контролируешь В этих Моментах Можете Попробовать Я вам уже писал Второе Это Ругаться На этот Контроль Как бы Стоп Хватит Я сказала То бишь Вам нужно Снять Этот Контроль Чтобы Мозг Перестал Все время Сканировать Вот это Состояние Вот Вот этими Двумя Двумя Методиками Работайте Но Татьяна Здесь Нужно Работать Пока Вы не Переключитесь Пока Вы Не Перещелкнетесь С этого Если Вы Попробовали Раз И Потом Снова Начинаете Погружаться В это Сканирование То Вы будете Сканировать Ся Постоянно Здесь Нужно Переключиться Выйти Вот С этого Сканирования Чтобы Мозг Перестал Мониторить Эти Симптомы Я думаю У вас Сейчас Вот это Происходит Постоянное Мониторение Вот Думание Про Это Ваше Состояние Вот Моя Тревога Но Вы уже С нее Выходили Вы уже С нее Выскакивали Вспоминайте Методы Они У вас Уже Отренированные Они У вас Уже Там В мозгу Лежат В библиотеке На полочке Вот Здесь Вот В этих Двух Мигдалинах Они Там У вас Возьмите Ее Как В библиотеке Достаньте Вспомните Как Вы Делали И Снова Начинаете Применять Это У вас Получится Довольно Быстро Справиться Но Просто Нужно Вспомнить Эту Методику Которую Вы Применяли И Снова Ее Применить Методик Отпустят Эти Симпомы Вот Просто Поменяйте Страх Это Эмоция Эмоция У человека Четыре Эмоции Любая Эмоция Давит Другую Эмоцию То бишь Мы Одну Эмоцию Перекрываем Другой Эмоцией Делая Это Осознанно Осознанно И оттренированно Когда у нас Эмоции Тренированы Мы Их Можем Менять Мы можем Одной Эмоцией Давить Другую Эмоцию Вот Так Это Работает Вот Так Это Работает И Чтобы Это Все Тренировать Это Нужно Тренировать 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 И Потом Это Это Все Легко Получается Это Как В школе Мы Идем В первый Класс Нам Трудно Дается Мы Постепенно Постепенно Постигаем Вот Этот Гранит Науки И Постепенно 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 Мы Владеем Вот Этими Вот Этой Наукой Лучше 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 и потом мы становимся как бы вадим этим совершенств three вот так вот так и здесь работает вот это обучение мы обучаемся мышлению обучаемся управлять своими эмоциями мы обучаемся не реагировать на ситуации мы обучаемся менять эти эмоции осознанно раз появился страх со страх подавил злостью вот раз испугался сначала потом захохотал либо испугался Потом разозлился И тренируешь новую эмоцию Реагирование на эту ситуацию Вот идешь в ситуацию Страх появляется Два момента Либо не реагируешь, выдерживаешь Либо учишься вызвать другую эмоцию На эту ситуацию Показать мозгу, что я ее не боюсь А я наоборот Я справлюсь с ней Я настолько зол, что я сейчас справлюсь с этой ситуацией Вот здесь можно что угодно Зная, как это все устроено И как это работает Здесь можно применять все что угодно Угодно То есть здесь главное понимание Как ты устроен И как это все работает Вот Вот эти моменты Так, 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 так Ну что, Татьяна, успокоились немножко? Конечно, успокоились Это нормально Главное, чтобы вы Замечали эти моменты И начинали выходить Выходить Не застревали в этой ситуации Не топтались по этой старой дорожке Учитесь Учитесь Быстрее их отрабатывать Соскользнули Упали Скатили с горочки Сначала ты медленно вылазишь Лезешь-лезешь Потом снова скатился Снова пытаясь выбраться Выбраться Но когда ты тренируешься Когда у тебя уже Ты осознаешь Как тебе Зацепиться пальцами За эту горку Где за что-то взяться Вот так вот У тебя лучше 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 Получается Вылазить Вот с этой ямы Снова подниматься на горочку На свою дорожку И вот это все Лучше 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 Становится Ты изучаешь Ты осознаешь Где за что схватиться Как это Чик-чик-чик-чик И вот Лучше Лучше Навыки И Чем лучше Навыки Тем быстрее Ты выходишь Раз ты быстренько Потом Чик-чик-чик-чик-чик Все Выровнялся Пошел дальше Соскользнул Чик-чик-чик Вышел Пошел дальше И вот так Постепенно 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 Плюс эти навыки Ты уже меньше Меньше В эту яму попадаешь Меньше 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 И потом Все это Яма заравнивается Ее больше нет Вот к чему Вы в конце концов Придете Вот здесь Важно Осознать Когда вы Туда скатились Заметили Все Ага Осознали Мне нужно Выбираться То есть Все Начинаете Применять Разные практики Походите Сейчас Просто Татьяна Выйдите На улицу На улицу У вас там Парк есть Походите Повдохновляйтесь Вот идите И говорите Эмоционально Не обращая Внимания На ваши симптомы Эх Какая Классная Погода Какое Небо Какие Листья И вызывайте В себя Такую эмоцию Радости И вот Ходите И просто Вызывайте Вот эту эмоцию Вызывайте Вызывайте Вот ходите И как бы Вдохновляетесь 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 И вы увидите Как симптомы Эти начнут Гаснуть Тревога Уходить И вы начнете Как бы Возвращаться На свою Новую дорожку Восстанавливаться А вы А вы Сейчас Погружены В себя Вы просто Сидите И Себя Сканируете Вы Себя Мониторите Вы Себя Накручиваете Вот Ваша Ловушка Этого Тревожного Мыслительного Процесса Вот Это Сканирование И Думание Про Это Состояние А Тревога Она Поднимается И она Ломает Вам Это Мышление Оно Становится Тревожным Про Что бы Ты Не Подумал Все У тебя Вызывает Все Плохо Я Не Я Не Могу Я Не Справлюсь Я Не Выйду И так Далее Вот Знакомые Люди По Моему Здравствуйте В Инстаграме Алла Здравствуйте Здравствуйте Так Алла Здравствуйте Ну что Будете Выходить В прямой Эфир Вот Много Людей На канале Что-то Мы им Расскажем Что-то Вы Расскажете Со своего Опыта Можем Даже В ютубе Выходить На прямой Эфир Будем С вами Вести Диалог Будем Вы мне Будете Подсказывать Вот Люди Задают Вопросы Будем Отвечать Вот Так Задавайте Алла Если что Жду вас Жду вас В прямом Эфире Выходите Так Какие еще Есть вопросы Точно Хохотать Спасибо За напоминание Вот А вы Трое суток Ходили Видите Татьяна Нужно Нужно Действовать Нужно Действовать Не сидеть На пеньке С пирожками И ждать Ой Ой Вот Вариться В этом Своем Тревожном Мышлении А нужно Выходить С него Выходить Раз Ага Поняли Все Я попала В эту Ловушку Раз Все Пошли Применять Вот Как Набирать Обороты Как бы Вперед 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 И все И вы Выстроитесь Вы Снова Вернет Вот Смех Помог Видите Да Успокоилась Немного Смех Помог И все Вы Когда Начнете Осознанно Это делать Отвлекать Мозг От этого Состояния Переключаться На На Природу Вызывать Эмоцию Все Вы его Перещелкнете Вот С этого Кручения С этого Анализа Вот С этого Постоянного Сканирования Вот Со старой Со старой Привычки Вот Этого Сканирования То бишь Вы Переключитесь И все И вы Забыли Что у вас Было Появились Мысли Напоминания А вдруг Вернется Пропойте Их Ой Ничего Назад Не вернется Представьте Что вы Оперный Певец Что вы Кадышева На сцене Это песенка Это слова Из песенки Все Вернется Назад И все И вы С этих Раз Соскочили Снова С этих Тревожных Мыслей И все И переключились Дальше Занимаетесь Своим Делом Так Такие Моменты Хочется Начать Принимать Антиндепрессанты Но Понимаю Что тогда Не смогу Выйти Вот Татьяна Смотрите Это слова Арнольда Шварценеггера Если У вас Есть План А И есть План Б Значит Вы Никогда Не сделаете План А А почему Потому что Делая План А Вы Всегда Будете Сомневаться И надеяться На план Б То бишь Вы Свою Концентрацию Распылите Вы Не Сфокусируете Всю Свою Силу На плане А То бишь Не Не Сделаете В себе Уверенность Что я Справлюсь С этой Ситуацией Вы Все время Будете Думать Ой Вот Если что Я буду пить Антидепрессанты А это и есть Сомнение В том Что вы Это сделаете Вот как Оно работает Вы Абсолютно Прекрасно Справлялись Без Антидепрессантов Уже Две Недели Они Вам Не Нужны Были Вы Просто Немножко Соскользнули Сейчас Вы Выровняетесь Выровняетесь И все И вы Снова Пойдете По новой Дорожке Пойдете По новой Дорожке Вот Так 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 Ну что Где там Сколько Сидит Так Еще Уже Даже Горло Пересохло Рассказывать Рассказывать Отвечать Ну вот Сегодня Эфир Мне нравится Много Задают Вопросов Много Отвечаю То что Знаю Все Отвечаю Пытаюсь Пытаюсь Вам Объяснить Доступно Чтобы Вы Поняли Как это Сделать Как это Сознать Но еще Как я Повторюсь Что Вот Вот С Татьяной Мы просто Работали Поэтому Я знаю Уже Что у нее Происходит Я ей Подсказываю А вот Когда Человек С контекста Вырывает Что-то И говорит Что мне Делать То Очень тяжело Ну я пытаюсь Понять и Подсказать Но Не имея Общей картины Тяжело Как бы Дать Более Эффективный Как бы Совет Ну скажем Так Вот Ну что На сегодня Наверное Эфир Будем Заканчивать На сегодня На На Эфир